МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос. У меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Всем еще раз доброе утро или добрый день. Начинается программа Добро пожаловаться. Я напомню средства нашей коммуникации. Телефоны прямого эфира 67-212-93-9. 67-213-93-9. Можно звонить. Можно писать в WhatsApp. Вопрос. 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 Скажите, пожалуйста, как вы в своих домах, и какими средствами лучше время от времени прочистить, чтобы такого не происходило? Спасибо. Спасибо. Не знаю. Насчет этой химии я ничего сказать не могу, не слышал, не видел о вредном воздействии. Она должна, по идее, разъединать жировые отложения. И что она с этим делает? Наверное, на совести производителей. В принципе, с канализацией все очень просто. Когда начинают в канализацию спускать ненадлежащие вещи, то, возможно, тогда засоры. Это в основном касается тканных материалов, это касается еще строительных материалов, которые очень почему-то любят, допустим, остатки строительного мусора спускать и так далее. На самом деле, для того, чтобы канализация особенно на кухне нормально работала, есть два условия. Первое, свои трубы надо чистить. Желательно механически не забывать почистить сифон под раковиной, ну и остаток трубы до общего стоика. И не спускать что-то не положено. Больше ничего такого нет. По сути случается, но, как правило, там либо средства гигиены причиной является, либо белье, либо что-то такое подобное, которое застревает в каком-то одном месте и начинает создавать зато на выходе. Так, у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять по поводу воды. Скажите, пожалуйста, в чем дело? Опять начали накручивать воду. Какая утечка может быть? Если я трачу два куба, накрутили мне шесть кубов. Нормально? Это, вы понимаете, здесь нельзя, не надо объяснять, Федорка, а пусть он им позвонит. В чем дело? Наше дом управления находится на Мартане. Так позвоните туда. Скажите, в чем дело? Почему я должен звонить за вас? Во-первых, во-вторых, мне никто не должен ответить. Вы ближе к ним-то. Нормой и ближе. На что толку? Никакого толка нет. Воды мы очень много объясняли, еще раз повторю. Это не утечки, это, скорее всего, разница показаний за несовершенство счетчиков, которые стоят в квартирах. Обовсем мы говорили, это проблемы чисто технические, которые решаются техническими способами. Так что ничего больше. Хотите меньше, чтобы у вас была на счетчике меньше разница показаний воды на счете за квартиры, приводите свою систему внутреннюю домовую в порядок. То есть лучше... Их способов нет. Но это лучше сделать, собравшись на общем собрании... Это стопроцентно во всем доме одновременно нужно. Если это сделать... Это невозможно сделать в одной-двух квартирах. Это нужно приводить весь дом в порядок. Нужно ли стесняться, то есть вот, или через, по любому вопросу господину Сидорко обращаться, чтобы он был, он ближе к этим структурам. Но я к тому, нужно ли стесняться звонить в свое родное домоуправление? Ну, во-первых, обязанность домоуправления объяснить собственную квартиру, своему клиенту, причину того и того, или иного воздействия счета. Это их обязанность. Поэтому какое стеснение, я не знаю. Это первое. Второе. Господин Сидорко, при всей там кажущейся грозности и ужасе, на самом деле, мне никто не обязан отвечать. Ближе я или не ближе, что значит? Там люди работают, они отвечают за свой участок работы. Почему они как... Если они могут тогда отчитываться передо мной, то они могут отчитываться перед моим гражданином мира. Так не работает. Поэтому, пожалуйста, общие методологические вопросы, пожалуйста, звонить в конкретное домоуправление и что-то спрашивать, это не тот вопрос. Еще раз я напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9 и также на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1, пишите, задавайте ваши вопросы. Еще раз я напомню, что Сергей Сидорко, председатель домоуправления БАКа-2, и Айвер Гонтерев, специалист с опытом управления жилищными и хозяйствами, включая РНП, отвечают на ваши вопросы. Здравствуйте, добрый день, прошу вас. Алло, добрый день. Пожалуйста, господин Сидорко. Господин Сидорко, хотелось бы узнать, как вы рассчитываетесь в подведомственным вам домам за вывоз мусора? Что я имею в виду? У нас обслуживает Парвалнекс, у нас стоят контейнеры, приезжают машины, контейнеры не заполнены, не то что до верха, но считается, что на две трети они должны быть, да? Если я не ошибаюсь. Они заполнены слегка. Считается, что от нас вывезли столько-то контейнеров, то есть по штукам, а на Гетлине сдают по весу. Ну, в этом есть великая химия нашего городского хозяйства. Когда, согласно конкурсовической думы, мусор вывозится в кубометрах, а сдаётся в тонны. Это такая речь, которая... Извините. Да, я понимаю, что... Ну, вот сейчас у нас небольшая минутка, техническая пауза. Сейчас мы продолжим. Значит, это такая вещь, которая на сегодняшний день существует. И как пересчитываются кубы в это, никто не знает. Но то, что вы говорите, полупустые, да, по правилам, по конкурсам, которые... Результаты, которые вытвергала Реческая дума и правила вывоза мусора, подъезд машины к контейнеру, пустому или полному, считается, что вывезли один куб. И за каждый подъезд нужно платить, как за вывоз одного, там, куба, ну, в зависимости от объёма вашего контейнера. Мы платим точно так же. Просто, наоборот, если вы утверждаете, что у вас настолько уж пустые контейнеры, то поставьте вопрос перед своим домоуправлением с тем, чтобы снизить частоту вывоза. То есть вывозите реже, но за переполненные контейнеры опять отвечаете вы. Так что, а то, что полупустые контейнеры будут, за них платить как за полный, это считается в городе, что это нормально. Хотя в Юрмале вывозят мусор, те же компании, которые работают у нас, мусор вывозят по весу. Вопрос к господину Стакису. Ещё один звонок. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, это я ещё. Второй звонок. Второй вопрос. Вот, господин Сидорко, насколько я знаю, стоимость подогрева воды рассчитывается по определённой формуле. И в эту формулу включена температура исходной воды и та температура, до которой она нагревается в квартире. Зимой исходная температура, по-моему, берётся плюс 5 градусов. А летом, особенно сейчас, значит, она исходная должна быть намного выше, естественно, да? И тогда, ну, стоимость должна ниже быть. Как вот в этих случаях? Спасибо. Ну, очень просто в этих случаях. Летом единственное место, куда потребляется тепловая энергия, это горячая вода. Поэтому, во-первых, по всем наблюдениям, горячая, холодная вода во проводах водоснабжения обычно 5-7 градусов, и она не меняется. Только единственное, ну, бывают моменты застоя, тогда там что-то, какой-то участок трубы прогревается. На самом деле, при этом считается очень просто. Берётся общее теплопотребление по дому, и всё равно относится на горячую воду. И это является объективным показателем. Сколько тепла вошло, всё равно было из расходов на водоснабжение горячая. Поэтому здесь очень просто. И это, если, как вы говорите, вот случаются такие случаи, что холодная вода там повышается, исходная температура, значит, это отражается мащетчик и тепла. Значит, меньше энергии нужно на подогреве. Хотя, я ещё раз говорю, по моим наблюдениям, такой разницы между зимой и летом нет. Но всё равно достаточно прохладная вода. У меня просто был ещё, ну, вопрос, не вопрос, но, скорее, может быть, комментарий. Мы буквально три недели назад говорили о том, что изнашиваются... Ну, сейчас мы ещё примем звонок на номер 67212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вопрос могу задать, да? Пожалуйста. Про отопление. Хотя сейчас это не совсем актуально, но скоро будет. В нашем многоквартирном доме на отопление стоят счётчики. И живут не все жильцы. Те, которые не живут, они включают счётчики на минимум или вообще выключают. И вот первый вопрос, как в таком случае считать им тепло? Тепло-то они всё равно потребляют. И второй вопрос. Живут, но показания не сдают или показания явно занижены? Как действовать? Вопрос номер один. Как считать случай, если на довольно установленные счётчики в квартирах тепловые? Так я понял. Значит, есть правила Кабинета Министров 524-й, и там совершенно чётко описано. Если вы правы, что если в квартире подача на радиаторы минимальная, тем не менее в квартире поддерживается тепло за счёт теплообмена через стены, пол и потолок. Поэтому в этих правилах предусмотрено, что определённая доля тепла вообще рассчитывается по площади. А вторая по отоплению. И там эти зависимости достаточно серьёзно меняются в зависимости от разных условий. Там есть целые таблицы. И это первый вариант. Второй вариант. Вы можете пригласить энергоаудитора, и он может вам, энергоспециалист, подработать эту методику. Но в любом случае, да, вы правы. Если у человека отключены радиаторы, и его квартирный счётчик показывает 0, то он не имеет права при этом говорить, что он не потребляет тепла. Потому что если бы было так, что он не потребляет тепла, то в квартире была бы температура наружного воздуха. То есть на улице минус 20, а в квартире минус 20. А в любом варианте, если зайдёте в такую квартиру, 16-11 градусов, там поддерживаются. Исходя из этого, в правилах это предусмотрено, нужно руководствоваться этими правилами. Либо, если вас по каким-то причинам условия правил почему-то не устраивают, то тогда энергоспециалист вам скажет. Это первое. Второе вопрос. Если что, значит, сдают заниженные показания. Доступа к счётчикам нет. В этих случаях, если не дают доступа к счётчикам и контрольным проверкам, то тоже в правилах прописаны действия. Ну а вообще-то обычно, когда ставят такие счётчики, то их выносят на лестничную клетку, либо снабжают устройством радиосигнал. Так что если у вас счётчики подходят уже к сроку замены, может быть, подумайте о том, чтобы следующие счётчики поставить уже с возможностью дистанционного счёта. Какие ответы? В принципе, на тех, кто, как вы говорите, не сдаёт, либо занижает показания счётчикам, на них только административные меры воздействия. Вот вернусь к своему вопросу. Буквально три недели назад мы говорили о том, что лифтовые механизмы, которые были установлены 40 лет назад, могут, ну, работают на пределе износа. И буквально вот на прошлой неделе произошёл на Курзомском проспекте случай, слава богу, не без всех последствий. Просто лифт с девятого на четвёртый этаж очень быстро спустился, практически, ну, как к свободному падению. Слава богу, вот он на четвёртом этаже задержался, и никто не пострадал. Ну, вот мы сегодня как раз с утра связывались с представителями Рига-Снаму Парвалнекс, они обещают произвести проверки всех этих, ну, лифтовых систем, вот проверить, там, по-моему, даже была статистика 1400, по-моему, лифтов, которые они должны будут проверить. И вот, Сергей, вы говорили о том, что эти лифты большей частью были произведены в Белоруссии, и, учитывая вот нынешние санкции, невозможно найти детали. Ну, вот прозвучал ответ, что будем искать, будем изыскивать варианты. Вот как вы можете прокомментировать, ну, вот этот инцидент, который вот произошёл на Курзомском проспекте и его последствия? Я вам не трудно комментировать, ничего не знаю про это, ну, кроме того, что и вы видели в прессе. Поэтому там есть две версии о том, что он падал, и вторая версия о том, что он просто ускоренно опускался. Ну, как ускоренно опускался, для меня достаточно большая загадка, но, слава Богу, что страховка сработала. На самом деле, я хочу сказать, мне выдавляет комментарий РНПГ, который вдруг говорит, что оно будет делать проверку всех 1400 лифтов. По регламенту ежемесячно лифты осматриваются, и составляется соответствующий акт. Раз в квартал там происходят определенные проверки. Обычно мы не допускаем такого, что вот эти все осмотры и так далее проходили без контроля. Мы контролируем сразу по ходу дела этих работ вместе с абсолютной организацией, участвуем в тюрьме этих работ. Почему вдруг Ригас-Намопородник сейчас проснулся и решил, что он может что-то будет проверять, насколько компетентны работники внутри Ригас-Намопородник, чтобы что-то проверять? Мне трудно комментировать. Это нужно делать ежедневно. Фактически это нужно делать ежедневно. А такое сейчас похватится, да, конечно, но тогда нужно знать причины, тогда нужно делать целевую проверку. Но Аэро лучше знает эту курс. Там не так все просто, так как проскочила информация, что до этого они получили какое-то предупреждение от РНП уже, о том, что договор будет то ли готовился, договор к расторжению, то ли процедура какая-то пошла. И поставщик или те, кто там обслуживает этих лифтов, сразу как бы двинулись в эту сферу, что это какая-то какого-то рода провокация. Шумихи много, смеха мало, так как это все-таки опасное сооружение, и она должна содержаться так и так в порядке. Но такая ситуация по своей сути не должна была быть, по-любому. Потому что есть ежемесячный провер, который производит не поставщик, а обслуживающая компания. Также есть годовые проверки, которые уже дальше надзирающие смотрят, да, и так далее. В том числе уже пытаться. У нас вот говорил, что вот будут проверки, ну и сам РНП. Так что и по-любому, если такая ситуация случится. Айвен, немножко запаздывает звук. Я пока приму еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, доброе. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос по оплате за несвоевременную как бы верификацию счетчиков. Значит, проверка должна быть по 25... Ну, возьмем условно. 1 декабря 2021 года. Квартиру арендует наниматель. Значит, хозяйка заболела 27 декабря. И верификацию не могла проверять. В это время была чрезвычайная ситуация объявлена. Ну, когда она там то ли договорилась, то ли, не знаю, какие там другие были варианты, да. Значит, в январе была проведена верификация. Она по электронной почте отправила акты проверки. Председатель их не принял. Выставлял все по-старому. Начал выставлять, как незаконному плательщику, большие платежи, там до 10 кубов и прочее. Ну, там семья большая, в квартире трое детей, да, 5-10 человек, по 10 кубов, да. Вот, хотя он должен был выставлять по-другому. Ну, вообще не должен выставлять, да. Вот. Потом пошла наниматель вручить уже официально в бумажном варианте проверку счетчиков. Он от нанимателя не принял этот документ. И сейчас 6 месяцев выставляет, выставляет незаконный счет за несвоевременную, как бы, проверку верификации. Но, согласно правил Кабинета министров, объявленной в период чрезвычайной ситуации, проверку счетчиков надо было отложить и провести ее в течение трех месяцев после окончания срока верификации. Возникает вопрос, что делать хозяйке, что делать нанимателю? Потому что счета большие выставляются, как незаконные платежи. Ну, я не знаю, что за домоуправление, но, во-первых, я сразу могу сказать, что, естественно, наниматель ни о чем не может говорить. Есть хозяин квартиры, и все вопросы должны решать хозяин квартиры. Когда вы говорите о периоде чрезвычайного положения, там были разные периоды. Сейчас трудно, я могу из головы вспомнить, в какие периоды можно было откладывать в ту верификацию, в какие нет. Поэтому здесь надо детально разбираться в этой ситуации уже на основании документов. Главное, что в собственнике квартиры должны быть документы о том, что он письменно предоставил, в свое управляющее какое время, по какой дате он предоставил акты проверки счетчика. Тогда это будет отправной еще точкой. Если вы просто ходили и приносили эти бумаги, посылали по электронной почте и не получили подтверждение, что он не получил, то это все может в данном случае, как я подозреваю, сыграть против вас. Должна быть четко. Подпись либо отказался принять, либо принял, либо послал заказным письмом. И вот когда он будет уведомлен о том, что произошло замена, тогда можно начинать разбираться. Может, Айвер как-то по-другому. Так. Есть ли у нас связь? Может быть, отключился, может быть, потому что была проблема со связью с Айвером Гонтаревым. Я здесь. А, нет, все, все. Есть ли что добавить по этому вопросу верификации счетчиков? Я не слышал, к сожалению, я отключился, я не слышал вопроса. Ну, тогда, ну, по сути дела, я уже сказал. Тогда, значит, отправной точкой будет письменное с вашей стороны собственника квартиры доказательство, что вы предъявили акты поверки. Сейчас, вот перед следующим, уже к следующему отопительному сезону начался бум, многие заготавливают дрова. И вот вопрос, не получается ли так, что жильцы, вот, квартир, домов с печным отоплением могут оказаться в выигрыше, потому что, ну, для них этот отопительный сезон будет менее тяжелым, чем для, ну, вот, для других систем отопления. Не знаю. Дрова торгуются в киловаттах, и цена киловатта примерно уже становится везде одинаково. Поэтому дрова еще по-старому торгуются на кубы, но там стоимость куба тоже далеко не дешевая. То есть это не то, что было раньше. А само хранение всех этих дров, есть ли какие-то там регулирования, что это должно храниться в каких-то отдельно построенных там сарайчиках помещениях? Я не в курсе столь подробно, но я знаю так, там, где были у нас дома с таким отоплением, там всегда стояли сарайчики. То есть были сарайчики изначально для хранения дров. Потому что мало, в Виге, по крайней мере, я не слышал, что были дома с централизованным дровяным отоплением, но это в квартирах печки стоят. За пределами Виги я видел дома, в которых, ну, да, действительно централизованная котельная стоит, и она отопливает дом с развалом. Здесь этого нет, ну, каких-то особых условий нет. Тут надо учитывать, где нельзя хранить, как и распоменяющие вещи. А где? В подвалах нельзя, в помещениях общего пользования нельзя. Там, где-то запрещено правилами пожарной безопасности. Ну, то есть те, кто делают, ну, запасы, они должны, как бы, учитывать что-нибудь в подвале и в местах общего пользования эти, складывать эти дрова запрещено. Ну, да, это недопустимо. Еще один вопрос, вот он связан с запретом на российских телеканалах. А вот что происходит с этим, со спутниковыми тарелками? То есть те, кто принимают со спутниками, будут ли какие-то, не знаю, проверки, принимают ли они запрещенные каналы, будут ли требовать снимать эти спутниковые тарелки? Ведь они могут принимать и не только российские, но и другие каналы. То есть насколько это, ну, вот ждать ли каких-то проверок, ждать ли каких-то неприятностей владельцев этих спутниковых тарелок? Соответственно, контент, а я сразу скажу, это вопрос не ко мне. Контроль контента, это, наверное, несколько другие люди. В основном, в данном случае, то, что находится в нашей компетенции, это контроль за тем, чтобы эти тарелки устанавливались соответствующими разрешениями и архитектурного управления. То есть это, фактически, если на фасаде висит тарелка, то она должна иметь, должен быть проект на ее установку и должно быть согласование на фасадное решение. Именно на фасадное решение. Не на то, что она принимает эти, что она там транслирует, а именно, что она должна быть установлена по правилам, архитектурным правилам, там, где это возможно, и чтобы она не портила видность, да. Но это легко контролировать. Как насчет контента, не знаю. Нет, ну не будет ли того, что будут ходить по квартирам, будут требовать там проверять там на этот контент? То есть пока не было никаких таких... Я не слышал, но что значит не будет? А кто-нибудь думал, что будет запрещенный контент? Вот вы думали, что будет... Года два назад вы думали, что будет введено законодательное понятие запрещенный контент, и за его просмотр введено уголовное преследование. Такой вопрос. Я это помню только по 78-м и 80-му годы. И чуть пораньше, когда заслушивание радио «Свободы» можно было, прослушивание можно было попасть очень крупно. Тогда можно было. И сейчас можно. 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. Наши эксперты Сергей Сидорко, Айвар Гондарев отвечают на ваши вопросы. Также можно писать нам в WhatsApp на номер 230-6191. 230-6191. Пишите, потому что времени осталось совсем-совсем чуть-чуть, пока мы примем звонок. Так, здравствуйте. Доброе утро. Вопрос такой у меня, вот как мне поступить, вот это господина, скорее всего, что Сидоркина будет задать вопрос. Вот скажем, у нас не работает полотенцесушитель уже неделю, да? Нет циркуляции горячей воды. А счет наверняка придет за циркуляцию по полной программе. Вот как нам поступать, чтобы за эту неделю нам отсчитали счет за полотенцесушитель? Спасибо. Вряд ли вам отсчитают. Это первое. Второе. Почему у вас не работает полотенцесушитель? Почему нет циркуляции во всем доме или только в вашей квартире? Или еще во вашем стояке? Это надо выяснять и добиваться циркуляции. Потому что вычлените конкретно ваш полотенцесушитель из общего циркуляционного потока. Ну, я не знаю. Ну, может быть, попробуйте. Но, опять-таки, здесь нужно понимать, а почему не было циркуляции? В принципе, тогда у вас и горячей воды не должно было быть. Если у вас горячая вода из крана течет, то это странно, почему нет циркуляции. Надо четко понимать ситуацию. Можете написать претензию, пусть придет представитель домоуправления зафиксировать факт, что у вас холодный полотенчик. Ну, тогда требуйте перерасчет. Может быть, и пойдут навстречу. Ну, да. Но там, я понимаю, что лечь шла. Раз сказали, что неделю не было, значит, видно, уже вновь вернулась циркуляция полотенцесушитель. В одной взятой квартире не могло такое быть. Значит, это было у нас в целом стояки. В стояке проводились, возможно, ремонтные работы, возможно, еще что-то. Но обычно это никто не перерасчитывает, потому что общее потребление тепла на горячую воду снижается в этой ситуации. Соответственно, это отражается в счет через общие расчеты. А так, чтобы взять с кого-то снег, мы не знаем. Наверное, уже последний вопрос. Здравствуйте. Ну, если у вас не было горячей воды, то у вас еще за этот период не должно быть. А когда была горячая вода, наверное, была и циркуляция. Соответственно, у вас счет, если 10 дней не было во всем доме горячей воды, может, это связано с проверками Рига-Силкласса, не знаю. Может, с ремонтными работами. То у вас общий счет будет меньше. Но не было горячей воды, значит, не было теплопотребления. Ну, то есть, нужно опять звонить в домоуправление, очевидно, и выяснить. Ну, если не устраивает коммуникация с домоуправлением, то мы уже давно говорили. Да, предпринимайте меры какие-то. Понятно. Ну что же, я смотрю, просто нам показывают, что время программы уже завершается. Где-то 7 минут еще у нас. Нет, нет, у нас просто, к сожалению, там вот в связи с рекламными паузами просто нужно будет завершать чуть пораньше. Вот, но я еще раз просто напомню нашим слушателям, что можно писать заранее на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 или, ну, звонить во время уже прямого эфира по телефону 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот ваши вопросы, на которые отвечают наши уважаемые эксперты Сергей Сидорко, Айвар Гонтарев, Сергей Сидорко – председатель домоуправления БАКа-2, Айвар Гонтарев – специалист с опытом управления с жилищными хозяйствами, включая РНП. Спасибо огромное, спасибо большое. До следующего понедельника. До свидания. Всего доброго. До свидания. Слушайте Радио Болтком.